Добрый день, уважаемые садоводы! Как всегда, с вами Галина Латинкова. Сегодня 1 февраля 2024 года. Вот и прожили мы январь месяц. Перенесли заносы снежные, сугробы, катаклизмы различные, и температуры низкие, свыше 40 градусов. Вот всё это, надеемся, позади. Сегодня 1 февраля, и температура повысилась. Минус 6 градусов, очень комфортно, тепло. И сейчас время раскапывать абрикосы. Потому что просыпаются корни абрикосовые очень рано, в январе месяце начинают работать при плюсовой температуре земли. И вот почему обычно говорим, что необходимо садить абрикосы на холл, чтобы было более выраженное промерзание земли, тем более учитывая уровень снега. Если высокий уровень снега, то промерзания может и не быть. Поэтому необходимо разгрести снег под абрикосом, оголить, чтобы земля промерзала. И задержка на недельку, на две, на три очень важна сейчас для корня абрикоса. Но у нас в этом году зима наступила очень резко. Температура резко понизилась до 36-38 градусов при минимальном уровне снега. Там где-то в среднем 10-20 сантиметров, не больше. И было очень интенсивное замерзание земли. Получилось, что недели три назад мы специально измеряли температуру земли под снегом. показывала минус 6 градусов. То есть земля в замороженном состоянии. Сейчас, вот сегодня мы проверили, температура немножко ослабела. В январе это держалось практически до 25 и выше градусов. Весь январь температура. Поэтому сейчас немножко идет потепление. И температура показала минус 3 градуса на уровне земли. То есть все равно земля заморожена. Вот сейчас даже мы лопаточкой с вами проверим. Вот она, вот вообще замороженная земля. Вот сегодня пришлось раскапывать эти абрикосики, чтобы вот эта проморозка сохранилась. Потому что температуры сейчас уже не будут такие высокие, как были в начале зимы. Ну будут даже если выше 20 градусов, это уже не так страшно. Лучше состояние покоя. Если корни начинают работать при плюсовой температуре, начинается сокодвижение. Которое движется по стволу и достигает уровень поверхности снега. И в этом месте идет уже промерзание верхних веток. И в этом месте обычно вот на уровне снега происходит разрыв коры. И потом в дальнейшем как бы камень до течения. И может даже гибель дерева. Поэтому вот этот нюанс, он очень важен для абрикоса. Высота снега. Вот сейчас специально поставили сантиметровую ленту. И вот мы с вами посмотрим высоту снега. Ну вот на данном участке 53 сантиметра. Ну очень много в принципе в этом году. Такой зимы давно я не помню. И вот посмотрите сколько сейчас пришлось убрать снега, чтобы освободить вот эти абрикосики. Ну и это очень важная работа. Поэтому ее обязательно нужно сделать. Особенно в тех регионах, где выпадает очень много снега. И земля обычно не промерзает. Чтобы как-то спасти ваши абрикосы. Ну будем смотреть дальше, как раскроется после таких тяжелых низких температур наше растение. Весна все покажет. Ну и вот посмотрите лента фон, который всегда обычно переживает. Вот практически никогда не снимаем ее. Хорошо видно место прививки. Вот определяется. В дальнейшем она даже сама разрывается. И уже как бы сама отваливается от дерева. Так что давайте обязательно делайте для сохранения своих любимых абрикосов. Ну будем надеяться, что все-таки может быть какие-то деревья порадуют нас своими урожаями. Вот эти деревья пятилетки не касались обрезки. То есть абрикосы ни в коем случае нельзя обрезать. Не терпят обрезки. Сразу начинается гибель ветки. Если даже нарезаешь черенки с какой-то веточки, потом начинается усыхание ветки. Поэтому старайтесь не касаться косточковых культур. И они вас порадуют вкусными плодами. Всех благ, здоровья, хорошего настроения. Скоро весна, не за горами солнышко. И я думаю, что все будут в радости. Дай бог вам всего самого наилучшего. С вами была Галина Латинкова. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok